вы счастливы едва ли забыть кириллицу перейти на латиницу глупость вообще литература перестала кормить давно уже черт возьми у меня следующий вопрос связан трагической гибели вашего внука искандера там где зарабатывают покупают такие права и убивают людей там демократии нет а вот нынешний президент косым же марту кайф он с этими трудностями пытается бороться доброго времени суток с вами наталья рай сегодня гость нашей программы аши дабыл саакикат улжас сулеменов я вас приветствую и с первых строк я хочу поздравить вас с юбилеем все-таки 85 лет с днем рождения вас пустяки и во вторых я хочу сразу спросить у вас вот 85 лет огромной полноценной насыщенными событиями жизни вот столько проектов столько произведений стихов путешествий вот вы встретили свой юбилей вы довольны с каким настроением вы его встретили давай доволен конечно что да хотя 85 это не юбилей юбилей это когда круглая дата 90 вот это юбилей сто восемьдесят пять это что-то половинчатое ну день рождения вот так скажем любой день рождения конечно ты подводишь какой-то итог прожитого году или там десятилетию думаешь что же сделано что не сделано что еще предстоит сделать а может быть и не надо делать вот так естественный 85 лет думаешь об этом да есть какие-то книги сделаны и что-то известное что-то малоизвестное но видимо в будущем будет известно я надеюсь ну как каждый писатель он думает об этом будущем своих книг своих произведений вот особенно в наше время когда литература перестала быть профессии вот такое занятие любительское занятие пожалуйста занимайтесь пишите советское время литература была профессии достойной уважаемой вот государство было заинтересовано в том что ты каждый год выпускал книги задумывал новые произведения и так далее а вот так называемая независимость она придает сразу независимость не только от кремля но независимость от литературы искусства науки и так далее так далее зависимость от издательств потому что каждого книга это состояние да ну издательство тоже уже все бедные несчастные издательства не знают как сбыть эту произведенную продукцию это к ну грустное очень впечатление у людей опытных писателей скажем мне жалко начинающих писателей один этого не осознают еще просто сразу сталкивается с трудностями которые непреодолимы бывают это да мы потом писательство это если профессия на должна кормить а так увы литература перестала кормить давно уже я хотела бы вам задать личный вопрос вы счастливы я что понимать под счастьем счастье если удовольствие сплошь то едва ли никто не скажет что 85 лет он получает полное счастье вот счастье для меня счастье это когда я нахожу удачную удачное выражение или открываю этимологию слова какого-то или происхождение письменного знака я этим занимаюсь уже 60 лет вот и когда я открываю то что не открыто уже тысячелетиями вот это мгновение счастья я испытываю и вот из этих мгновений видимо и складывается то что мы называем счастьем вот творческим счастьем вот у вас много заслуг невада семипалатинск азия потом ваши исследования да по тюркской лингвистики ваши стихи а вот чем именно вы можете гордиться гордитесь чем я горжусь что все-таки те идеи которые я когда-то высказал преодолевая сопротивление и общество и научного общества что они дошли что они внедрились сознание нескольких поколений так или иначе вот и сейчас я чувствую что эти поколения уже иначе смотрят на жизнь на свое будущее но и на свое прошлое потому что это прошлое я им этим поколением открывал вот находил какие-то доступные слова средства вот и они постигали с трудом годами но постепенно вот я вот разговариваю с некоторыми или слышу о чем они говорят или пишут или выступают я чувствую что это последствия следствие тех самых наших взаимных уроков друг другу вот те уроки которые я преподавал вот этим молодым поколением они дошли сейчас и потихонечку потихонечку формируется какое-то сознание общее вот это не национализм это интернационализм но сближение культур вот сейчас я возглавляю такую общественную организацию центр сближения культур под экида юнеско она работает вот этим я занимаюсь уже много десятилетий я бы сказал и даже когда я работал в париже вот как постоянные представители казахстана при юнеско я эту тему как раз и развивал и эту тему утвердила и юнеско и он и у нас вот сейчас еще продолжается десятилетие сближения культур который мы в тринадцатом году до запустили начали вот что такое сближение культур это прежде всего надо узнать почему культуры разошлись когда-то это наука которая этим должна заниматься и мы такие темы подсказываем науке тоже мы даже выпускаем журнал бельгамеш бельгамеш это такое имя шумерского героя шумерского эпоса шумер это самое древнее государство на свете это четвертое тысячелетие до нашей эры вот так это шесть тысяч лет назад эпос этот был написан и это имя прозвучало впервые бельгамеш означает знающий о и вот этот герой и сейчас этот герой оживленный нашем творчестве он уже продолжает свою деятельность вот и мы хотим его устами уже открывать вот те провалы которые были когда-то между культурами вот почему вдруг культуры начинали конфликтовать религии конфликтовать религии но ислам такой христианство буддизм и так и прочее вот мы находим эти истоки и должны объяснить людям что не было такого чрезвычайного иногда и просто из-за пустяка начинаются конфликты которые продолжаются тысячелетиями хочу вас спросить о государственном языке почему казахстанцы особенно европейцы да и собственные казахи не особо учат казахский язык и не особо стремятся на нем разговаривать если мы возьмем например пример страны снг грузию украину то есть когда они получили независимость им потребовалось всего лишь несколько лет 7 10 лет и они стали говорить на своем языке почему у нас происходит иначе казахи издавна были двуязычный вот так скажем как каждый большой народ всегда он имел периоды двуязычия это и у русских вот я нашел двуязычие условия полку игореве это произведение написано двуязычным человеком двенадцатом веке он знал русский древнерусский и он знал тюркский кипчакской группы вот так скажем вот половецкий так скажем ну половецкий сейчас никто не знает откуда слово полную от слова дикое поле может быть так степь называли дикое поле древней руси вот и поэтому и германцы были двуязычные в свое время и славяне были не только тюрко-славяне тюрко-славянские языки у них были тюрко-германские очень многие корни я нахожу сейчас в русском словаре и в германских словарях тоже находим это видим следы тех контактов которые когда-то в тысячелетиях состоялись между народами эти контакты были не мгновенными иногда веками они шли вот и откладывали очень большой запас вот этих следов в лингвистике там живопись в искусстве во всем в этносе в культурах во всем этом вот поэтому этого пока бояться не надо надо бояться моноязычие моноязычие это конечно ограниченность большая особенно в наше время когда контакты между этносами в мире нарастают все больше и больше много язычие конечно она востребована и поэтому молодежь надо обучать чтобы она привыкала именно отказываясь от моноязычия шлак много язычью вот это и развивает и мозги и сознание и душу и сердце я за это вот сейчас некоторые политики и общественные деятели в центральной азии периодически поднимают вопрос о создании единого тюркского алфавита как вам эта идея насколько она реально более 40 языков тюркских существует в евразии только собрать их в один язык это невозможно конечно достаточно того чтобы знаем что есть вот братья по языку у нас и в татарии башкирии карачаево это в кумык и так далее так тюркский язык тюркский алка алфавит но даже вот очень многие слова они все равно как-то созвучны в тюркским тюркских конечно конечно все очень много там слов общих вообще поэтому общее надо просто знать если казаха да вы же лекции обучить узнать какой-то турецкий язык скажем или азербайджанский это огуски тюрк и огузы тюрк и огузский язык тюрк кипчахские это вот казахский это каракалпакский карачаевский там кумыкский и так далее много вот и поэтому этим народом легко узнавать друг друга язык другую друг друга ну такой самоцели нету конечно же вполне достаточно даже вот просто знать что мы все близки и родственные даже вот когда я нахожу тюркизмы в русском и в славянских языках я говорю да это века близости какие-то когда-то были вот и вот допустим слово небо или бог этимологии этих слов невозможно найти не зная вот того что и знаю я допустим тюрок поэтому вот такое сближение культур взаимодействие она помогает лучше узнавать даже себя всем вот в этом мы кочуем навстречу себе узнаваясь в другом вот у меня были такие стихи которые я посвятил андрею вознесенском моему другу тогда вот сейчас очень активно до обсуждается внедрение латиницы да как вы к этому относитесь и и этот период он все затягивается затягивается там до 2025 35 вот относитесь к переходу с кириллицы на латиницу я против того категорического повеления забыть кириллицу перейти на латиницу глупость вообще и не умное поступление выступление поступок будет всей нации наши это неправильно надо я считаю узнать латиницу безусловно не забывая кириллицу вот знать оба этих алфавита если можно и третье алфавит пожалуйста если кто хочет но нельзя запрещать кириллицу ну что такое забыть кириллицу это забыть всю историю нашей письменности казахская литература стала письменной только в двадцатом веке благодаря кириллице вот так по-настоящему лучшие наши произведения созданы на кириллице и вдруг это все забыть этим поколением новым это неправильно и вот так скажу и мы будем настаивать чтобы все-таки кириллица сохранялась еще долго вечно вот параллельно с латиницей параллельно если хотите с китайским кому еще кто там у нас соседи лучше лучше знать много чем что-то одно когда я была еще студенткой журфака вы к нам пришли на факультет была какая-то большая встреча и вы тогда сказали я очень хорошо запомнила вы сказали вы молодое подрастающее поколение возьмите не поленитесь напишите маленький тоненькую книжку прочесть про достоинство я тогда задумалась как в тоненькой книжке можно уместить но если коротко что должно войти вот в эту книжку это вот меня этот вопрос мучает еще с моего студенчества для этого как раз для того чтобы ответить на этот вопрос надо прочесть много очень книг классиков вот как надо обязательно прочесть знать толстого льва николаевича почитать очень нравственный очень моральный автор надо прочесть пушкина и надо прочесть ауэзова абая вот эти классиков если человек прочтет он поймет что такое нравственность что такое мораль то есть найдет точные слова точные соответствия ответа для ответа если этого сегодня не прочитать то очень трудно ответить ну как нравственность что такое нравственность это вот не обидеть кого-то этого не оскорбить и все прочее скоро ент вот этот единый националь едино национальное тестирование 5 наши выпускники будут сдавать отвечать на вопросы в каком-то из интервью я уже не помню вы как то сказали что именно книга делает ребенка человеком я вот это на всю жизнь запомнил а и тогда вы сказали что такое ент это вот просто какое-то угадывание невозможно не смс никак не обучит человека ребенка не сделает человеком как вы считаете не пришла ли пора все-таки отказаться от ент и вернуть нормальные экзамены которые мы занимались как мы поступали в вузы я вот несколько раз бывал в америке изучал может быть встречался с учеными и с не учими тоже встречался то вот я знаю что я сам узнал что что в америке есть две системы образования одна система ее можно назвать гарвардской это высшее это для продвинутых людей молодых людей и есть вторая система там она действует гарлемская это для самых отсталых это гарлем есть такой район где живут это возле нью-йорка что ли по-моему да да это такой парк большой замечательный район конечно да там живут в основном афроамериканцы и так как там школы существует но для них специальную программу делают вот вот эта программа рассчитана на угадывание правильного ответа и сам ты находишь вот когда находишь вопрос этот и ищешь ответ нет там надо угадывать предлагает два или три варианта и вот и должен угадать правильный ответ так можно методом тыка просто исключительно попасть вот эта система который посчитали американской американские все-таки две вот карлемская и гарвардская до после обретения независимости россии и министерство здравоохранения или того образование россии просвещения переняли американскую систему как они считают гарлем скую и распространили ее по всей россии и в том числе и казахстан захватили вот и вот до сих пор наши дети все по этой гарлем ской системе обучаются они не ищут ответ мозгами угадывают пытаются угадать но это не развивает сознание это не мускулирует мозги как я говорю поэтому конечно же советская система образования была значительно дольше она была ближе к этой самой гарвардской ну примерно такой же системы вот она была как наследие от той большой интеллигентской школы дореволюционной россии продолжение что ли вот которые постарались забыть вычеркнуть невежественные перестройщики вот как типа ельцина вот эти такого же типа были и министры просвещения там образование новые и так далее так далее вот которые губили целое поколение недоучий такой недоразвитых не читающие поколение вот 30 лет сколько поколения не читающих прошло вот сейчас вот я своих внуков этого спрашиваю что читал что нет это я не видел яду дочери свои спрашивал даже войну и мир читал до видела вот так видела что такое видеть но два часа с перерывом начали там и на всякие дела а прочесть войну и мир это несколько дней работы души вот не только мозгов поэтому я бы хотел вернуть вот хотя бы новое поколение к этим классиком не только русской литературы но и английской немецкой японской и прочей классики целый пласт такой золотой литературы существует и библиотеки не посещаются к сожалению потому что люди смотрят патефон или как телефон этот черт возьми и и всю информацию оттуда извлекают но у меня следующий вопрос связан с трагической гибели вашего внука искандера это вот поистине такое пережить это серьезное испытание было судьбы как вам удалось вот справиться ну как с этим с этим не справляются с этим увы живут вот это о чем говорит о том что я о чем жалею что я не устроил его какое-то посольство работает он пять языков знал он учился с детства виталий когда я был послом он первый класс пошел в италию и его учили вот эти мадашки вообще что для вас значит прощение вот многие говорят что прощение это один из добродетелей ну как быть как простить если ранили в самое сердце как с этим справиться нельзя простить людей которые покупают права вождения автомобиля не умея водить этим губят людей у нас это к сожалению стала традиции как выяснилось я жалею что я его не отправил какое-то зарубежное посольство пользуясь своей своими связями чтобы он ездил на мотоцикле или на велосипеде или на автомобиле где-то там где не покупают права вот я например и когда я выезжаю в италию или во францию я мне посольство доверяет какой-то автомобиль я на нем носит всю дорогу езжу там если на месяц поехал вот месяц я езжу только на автомобиле вот а в алма-ате у меня есть автомобиль но я на нем ни разу не выезжаю потому что я не верю нашим водителями нашим дорогам да вот и в этом проявляется общая культура черт возьми и в правилах вождения и соблюдение этих правил и слово демократия выборы все это вместе в куче если рассмотреть примерно одно на другое влияет вот там где есть демократия настоящие там нормальные люди не покупают права не дают взяток зарабатывают каким-то образом и так далее а там где зарабатывают и покупают такие права и убивают людей там демократии вот это мое убеждение вот хотела вас просить во всех интервью вы очень редко рассказываете про своих родных почему про дочерей про внучек однажды сказал интервью каком-то может быть лет 30 или 40 сказал что мой отец омар сулейменов он когда женился на моей маме фатиме на сажановне поставил такое условие или программу или план такое обозначил что вот надо чтобы три сына у него было как минимум значит по именам том олжар олжас и олжан это в честь моего предка какого-то седьмого поколения я седьмое поколение олжабай батыра вот такой был могучий человек вот и поэтому как бы седьмое человек седьмого поколения он должен его повторять как поэтому наши имена должны были вот так в корне иметь его имя его корень ваша мама выполнила эту программу мама старалась она родила олжара он старше меня был на год вот потом ужас но потом тридцать седьмой год вот репрессии голод и омара сулейменова конечно не стало я вот я об этом сказал и вдруг через некоторое время мне сообщает вот этот человек тургун откуда-то он был искок читава что вот у него три сына вот и звать жар олжас и олжан он выполнил завет моего отца и вот таким таким образом и замечательная вот 18 мая этого года я получил поздравление от него он писал что примите поздравление от меня от олжара от олжара от олжаса от олжана и от их детей сыновей и девочек от шестерых и называет имена этих людей вот она вот когда у писателя спрашивает not как действует твои произведения вот ты можешь как-то обозначить вот сейчас я могу сказать да вот это одно мое вот такое сообщение интервью повлияло на судьбу я вода сразу несколько человек целая поле плеяда появилась людей освещенных вот этой легендарной какой-то новой уже самарович вы встречались за свою жизнь с такими разными людьми с президентами с дипломатами вы даже руку жали папе римскому вот о чем мы с ним говорили и вообще кто из вот этих знаменитостей вам больше всего заполнился или может быть удивилась чем-то ну я встречался с нельсоном манделлой допустим а вот это такое я был первый советский ну как и делегат депутат что ли депутат советский тогда меня горбачев послал туда так как я был членом комитета по присуждению ленинских премии международных мы присудили ленинскую премию мандели когда он вышел из тюрьмы 27 лет отсидел вышел вот но он вышел как он вышел на трибуну стадиона стадион у эмбли есть в лондоне вот это весь лондон собрался на этом стадионе конечно же на поле прямо трибуны были заполнены вот мы с нашим послом каким-то образом проникли к нему в комнату там в трибунах ему нашли комнату перед выступлением он вот я ему сообщил что он стал лауреатом ленинской премии и мы готовы его принять москве для вручения вот торжественного вручения это было в девяностом году по моему или восемьдесят девятом вот так да скорее всего восемьдесят девять я уже не помню точно мы ждали потом увы он был на расхват и у него не было времени прилететь тогда меня снова послали теперь уже в южную африку то в яга нас бург напомнить ему об этом премии приезжать в конце концов что такое такая честь вот я приехал за естественно с халатом вот с чапаном бы как у нас положено каждого лауреат в ленинской премии да но он опять божился что конечно приеду конечно все вот тут же вот только сейчас я должен швеции съездить или норвегию как не поехал и и получил там ли нобелевскую премию а ну теперь понятно его перехватили конечно этим нобелем и он ленинскую так и не получил хотя он был все-таки коммунистом считается это африканский национальный конгресс это коммунистическое было движение он был руководителем и так что уговорил я его но отказал дважды причем уговаривали дважды а вас кем бы вы сейчас хотели бы встретиться все великие писатели они были до увы но я счастлив что я знал почти всех и дружил со многими вот вы знакомы и достаточно хороших отношениях с некоторыми влиятельными казахстанцами в том числе и с нашим президентом первым президентом назарбаевым вот можете вы вспомнить о чем раз последний вот последний раз о чем вы разговаривали с ним или может быть вы советы какие-то ему давали но мы говорили из таких запоминающихся встреч можно вспомнить когда мы говорили о втором конгрессе тюркологов вот друг задумала такая задумка пошла из администрации президента создать второй конгресс тюркологов первый состоялся в двадцать шестом году по моему до двадцать шестом году в москве или баку баку интересно столько времени да да а второй вот должен должен был состояться в казахстане вот и альбасы предложил давайте в алмате проведем его подготовим я сказал что сейчас не след это делать потому что с чем мы выйдем на втором конгрессе что за это время сделала тюркология вообще в мире потому что в двадцать шестом году всех тех делегатов первого конгресса расстреляли просто потихонечку вот и тюркология остановилась практически как наука и поэтому сейчас не о чем говорить практически ну можно повторять то что они до 26 года а быть изучали узнавали узнали вот но этого мало поэтому надо подождать может быть другое дело что развивать тюркологию вот сейчас учитывая вот такой опыт уже печальный опыт развивать ускоренно развивать эту науку не только эту науку но и всякие другие гуманитарные науки которые совсем заброшены оказались эти последние 30 лет особенно вот такой разговор у нас состоялся а вот нынешний президент косым же марту каев обращается с какими-то просьбами и советами говорили я его знал естественные раньше ну да вот так же дипломатом же когда да я ехал в посольство когда он был министром иностранных дел и он меня направлял тогда виталию посольство италия мальта я и греция да чуть не забыл поэтому естественно я к нему с большими сим уважениями симпатии отношусь вот понимаю как ему трудно сейчас естественно но он с этими трудностями пытается бороться и и довольно успешно слава богу я надеюсь что сама обстановка и внутри республики и в мире такая которая помогает нам нашей республики и руководству республики все-таки приближаться к общим стандартам приближаться я говорю в них не резко наступать а именно приближаться пен на приближаться к этим самым стандартам и они потихонечку уже какие-то нюансы есть этих стандартов проявляются и это меня в той или иной мере успокаивает вот как раз из-за пандемии да хочу вас просить вот мир как будто бы перевернулся до с пандемией столько кризисов каких-то неприятностей происходит как как это в на вас влияет вот как что вас тревожит допустим сейчас да вот вы именно взять отдельный период как наступила пандемия это такое большое испытание не только для нас и для всего человечества это понятно я даже понимаю как это испытание наступала и наступила и вот теперь человечество ищет выход из этого состояния я уверен что найдет безусловно найдет она уже находится в виде этих вакцин то очень я читаю все суждения об этих вакцинах вот тогда эти суждения могут поселить в нас наше сознание недоверие к ним или сомнение какой скептицизм развить но тем не менее вот вакцинации идет и если в целом она состоится я думаю это благо будет вот если просто отложить все сказать ладно это пройдет уже невозможно потому что даже я несколько очень важных дорогих мне людей потерял за это время от этой штуки да а как вы на относитесь к вакцинации ваши родные прививаются вообще как да вот мои сестры они пытаются это сделать они не очень доверяют казахстанским вакцинам они считают вот российская она более совершенная наверно спутник до спутник век до боа но с российской вроде бы не нет уже карагандинской они еще не доверяют ну посмотрим может быть что-то убедит их ну давайте тогда вернемся к событиям скажем такой в наше время да вот вы всегда говорите что земля должна принадлежать народу ваше выражение почему вот объясните ведь если а почему бы не продать вот эти казахстанские земли сельхоз угодия именно казахстанцам стоит точки зрения не обогащения а именно заботы но моего предложения земля принадлежать народу должна она больше шире чем вот это распределение кому эта земля нужно когда мы предложили это был конгресс не конгресс народный конгресс казахстан вот партия такая да 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 ваша партия как раз они там выдвигали и вы предложили да давайте конституции виде ведем главную статью экономическую земля и и недра принадлежат народу казахстана народу это не значит отдельной нации а всему народу всем гражданам казахстана но тогда государство принадлежил другую формулировку земля и и недра принадлежат государству а государство есть народ нет нет я тогда выступая сказал что государство это несколько человек который мы выбираем на пять лет и вы хотите отдать ему в руки всю землю все богатства подземные давайте голосовать за моё предложение но тогда уже верховный совет у нас был не такой как тот верховный совет восемьдесят девятого года советский с верховный совет большой наши уже были они слушались начальство каждый думал не о народе и не об этих всех категориях о том чтобы вот этого места сохранить его не лишиться поэтому каждый так робко свою ручку поднял и проголосовал государству отдать я им сказал вот за эти пять лет вы эти пять человек или сколько-то они будут распоряжаться этим всем богатством который наш народ тысячелетиями веками собирал охранял жертвовал собой и вот наконец подвел до двадцатого века а вы отдаете вот этой группе никто не раскаивался из них но так через пять лет мы узнали что на самом деле все рождение полезных ископаемых были распределена частном порядке вот а в это время я приводил пример тех же арабов которым американцы англичане французы открывали месторождение нефти но не они они не отдали им не продали ни одного месторождения все это принадлежат народу вот так аллах повелел этому народу который вот здесь живет на этой пустыне вот и они от каждой тонны добытой нефти по капельке всем гражданам достается уже открывается сразу со дня рождения счет и он до совершеннолетия он уже богатый человек бесплатно или уехать куда-то или жениться калым заплатить пожалуйста вот монголы сейчас уже сделали себе такое у них есть крупные месторождения меди и вот эта медь от каждой тонны меди каждому гражданину монголии падает какая-то доля вот это и есть принадлежит народу вот вот это я предлагал тогда не послушались но я думаю в будущем надо будет на этом настаивать и тогда у нас не будет разно разговоров там все будет патриотами казахстана все граждане и казахи русские украинцы белорусы все граждане казахстана они будут бороться за гражданство казахстана они бежать за пределы как сейчас происходит к сожалению вот как улжа самарович а вы смотрите новости и вообще как вы смотрите новости или вы газеты покупаете любите новости я смотрю ну в основном российские новости российские новости ну вот ну жена моя смотрит на я за одно и тогда тоже смотрю но иногда конечно и наши новости а вот вы в самом начале интервью сказали про телефоны про смартфоны а вы пользуетесь гаджетами смартфоном телефоном естественно пользуюсь вот но не имею там своих социальных сетях вас нет 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 а как вообще относитесь таким новым веянием как instagram facebook tick tock может пользуюсь я читаю смотрю мне сестры иногда посылают они больше более активно смотрят дочки боль сестры и меня перегоняют на мой телефон и и звонят говорят тут посмотри смотри я смотрю вот так вот у вас такой большой багаж произведений стихов может быть вы уже начали писать мемуары да вот прошлом или позапрошлом году я был в карловых варах и 9 мая в карловых варах консул российский консул пригласил отметить на их территории мы пришли супругой маргарита владимировны там полевая кухня стоит все как положено там всем подносят фронтовые 100 грамм и много народу российского который приехал отдыхать меня начали узнавать многие люди один подбежал сулеменов не может быть и дни не мы с ним не расстались в этот день это был снегирёв володя корреспондент российской газеты собственный корреспондент он в чехии работы вот мы с ним начали контачить и он записал начал изучать все материалы по моей биографии и написал книгу за один год вот которую москве издал в издательстве молодая гвардия вот хорошая книга я посмотрел на самом деле в основном все что надо было сказать он сказал должен был приехать но в связи с этим карантином до мои гости не приехали сюда вот и сам я думаю вот писать мемуары но я не хочу писать как бы свою биографию опять я привык писать биографию человечества вот так грубо говоря и нашел очень хороший ход собираюсь уже написать сценарий к фильму до до фильм мы сейчас говорим с москвой на эту тему москвой на эту тему вот москва мне предложила написать сценарий к фильму слово о полку игоря прекрасно это получится такая цикличность до начала я все-таки сначала все-таки напишу для научно-популярной картины сценарий о происхождении хомо сапиенс вот так где он произошел этот вид он произошел в африке это понятно но где именно в африке и где произошло первое луна поклонение его луна поклонничество религия это родилась где в каком месте вот этот вопрос никто не задавал себе знали что да было сначала луна поклонничество потом стало солнце поклонничество а потом уже пошли там христианство ислам буддизм и прочее так вот где произошло луна поклонничество я нашел это место именно в кении на экваторе и объясняю почему и какое какая форма луны стала луной богом как бы вот так чтобы поклонялись и какая форма луны и солнца бога знака такого вот это чем я занимался эти несколько десятилетий и вот сейчас хочу изложить ну 20-30 минут фильме который людям всем объяснить какого вида мы все произошли каким образом мы от луна поклонничество пришли к солнцу поклонничеству и как рождались религии вот такая биография человечество человеческой культуры меня очень увлекает я хочу ее сделать ну удачи вам вот я надеюсь что сделаю в этом году уже но у меня наверно последний вопрос к вам какие бы вы подрастающему поколению какие бы дали советы наставления на что обратить внимание советы все те же читать читать художественную литературу вот это родителям совет чтобы они нашли своим детям своим молодым подходящую библиотеку для чтения вот книги эти можно найти пока они здесь в каких-то библиотеках есть даже в отдельных книжных магазин хотя все эти книжные магазины тоже свели превратив все книги продаются в магазине меломан вообще что такое надо я думаю надо завести тогда магазин графоман вообще вот и там продавать книги если на то пошло меломан это издевательство над литературой вот такой мой совет молодым читать книги я в детстве я по себе сужу в детстве я прочел до 10 10 класса всю мировую литературу о как ну главное естественное произведение такие классиков и это помогло мне не только как писателю будущему но и как геологу будущему я стал геологом имею диплом инженера геолога разведчика нефтяных и газовых месторождений и даже сейчас я помню название своего диплома соляные купола эмбинской нефтеносной структуры о как пятьдесят девятом году я защитил этот диплом правда тройку получил за ее но но защитили да вот профессор авров петр авров мой учитель я выступил в этой дипломной работе против его теории образования соляных куполов вот а соляные купола чем важны под ними нефть как раз поэтому найти соляной купол считайте что нашли нефть но надо еще определить с какой стороны бурить его и вот это я все изложил своем дипломе он в это не поверил потому что у него была другая теория и он поставил тройку мне поэтому поставил тройку но через несколько лет я прочел геологическом журнале статью американских геологов на эту же тему соляные купола там уже не эмбинской а другой структуры того в южной америке купола точным механика вся точно моя как у меня вот но уже но вы уже увлекались литературой да ну так я стал стройкой но я знал что это пятерка конечно конечно пятерка благодаря тому что я много читал много читал художественная литература и вот сейчас еще раз напомню профессор моисеев и не помню кто когда у него спросили учителя в россии физика этого что надо сделать чтобы ученики лучше усва осваивали физику и математику он не задумываясь ответил надо увеличить уроки художественной литературы вот так спасибо вам за интервью еще раз примите наши поздравления с днем рождения и пожелание крепкого здоровья спасибо взаимно спасибо с вами была программа а сюда был сайки кат и наталья раем берегите себя